Дорнада Энерджи! Дэмэдж! Машина, которую желал почти каждый игрок World of Tanks, максимально сбалансированная тачка, которую даже апали для того, чтобы она была конкурентоспособной машиной в текущих реалиях рандома по отношению к другим средним танкам в других ветках. Нынче почти что не актуально, на смену которой пришли такие имбочки, как Объект 430U, различные М48 Паттоны, СТБ-1, УДИС-15-16 или же другие более точные аналоги. Разберемся мы в некоторых аспектах, из-за чего так произошло, но в первую очередь мы поговорим с вами о картах. Сейчас есть огромная проблема в картах, по крайней мере лично я ее вижу, не знаю как вы, оставляйте естественно свои комментарии в комментариях, удивительно, но это факт, именно там нужно оставлять. Я считаю, что карты сейчас абсолютно линейные, неинтересные и отсутствует у них многояростность. Невозможно переехать с фланга на фланг, потому что отсутствуют какие-то перепутия, перекрестки, различные выемки, овраги, мосты. Нет абсолютно никакой возможности переехать с фланга на фланг на большинстве карт, не возвращаясь через союзную базу. Например, сейчас я играю на карте студянки, я приехал в стандартную позицию для среднего танка, в квадрате опять дал два выстрела, и для того, чтобы мне перекатиться куда-нибудь с центр карты или же на другой фланг, мне нужно переехать через всю базу, и только тогда я смогу проехать на JAK горизонталь для того, чтобы помогать своим союзникам. Это печально, честно говоря. Раньше были карты у нас такие, как Сибиро-Запрежем, Чужная река, Хребет дракона, карты, на которых была абсолютно вся местность играбельная. Они были здоровы, они были интересны, из-за чего артиллерия не могла быть введенной перманентно в одну точку и давать постоянные прострелы в один и тот же танк или группу танков. Это, естественно, проблема. Танкам по типу Объект 140, танкам, которые быстро перемещаются по карте и зависят от положения своего танка, от позиции на поле боя, это плохо. Это действительно плохо так играть. И именно поэтому, именно из-за того, что на карте сейчас линейные, есть буквально три направления. Это левое, правое и центр. По центру обычно ездят легкие танки, например, как здесь, на карте студентки, по кишке. Вот, также с левого направления обычно играют либо средние танки, либо тяжелые. Точно так же и справа фланга играют либо средние танки, либо тяжелые. А на базе стоят наши знаменитые и любимые с вами коричневые артоводы. Вот, также ПТ-САУ, которые обычно никуда и никогда не ездят. По-моему, это реальная проблема. И с ней нужно вот как-то бороться, потому что я прекрасно понимаю, конечно же, разработчиков. Они делают так, чтобы игра была максимально простая, но она полностью оказуалилась и нет вообще никакого хардкора. Условный хардкор это прокачать себе какого-нибудь колесника и на нем рассекать. И тогда игроки будут кричать, что колесники имба, и их нужно нерфить для того, чтобы оказуалить, опять же, игру. Вот, следующим аспектом, который мешает Объект 140 действительно конкурировать с другими средними танками, это его точность, которая мешает ему перестреливаться, например, на дистанциях. Зачастую вы просто не можете делать то, для чего Объект 140 создан. Обновлять катки танкам за счет своей быстрой перезарядки орудия, за счет своей скорострельности. Из-за чего возникает определенный ряд проблем. То есть, если вы поставили танк условно на какой-нибудь каток один раз, в следующий выстрел вы промазали, и танк уезжает с катка. Не хватает точности этой машины. Да, это как бы касается и Т-62, но Т-62 более точный, К-91, например, тоже более точный. Но К-91 и Т-62 тоже особо неиграбельны. Если Т-62 еще чуть более играбельны из-за своей более бронированной башни, но у нее хуже УВНы, АК-91 вообще ничего танкануть не может, и у нее заднее расположение корпуса, из-за чего просто нереально сложно играть на этом танке. Вот. Следующее, что я хотел еще сказать, это Альфа. В текущем рандоме средней Альфой в целом у вообще средних танков является показатель 390 с выстрела. Поскольку у нас в игре происходит гонка вооружений, этот показатель не то чтобы усреднился, но скорее даже он ближе где-то к днищенскому уровню, потому что сейчас уже средней Альфой является Альфа в 440 единиц. Даже средние танки, такие как УДИС-15-16, Абек-430У, 121 и куча-куча тяжелых танков, они обладают Альфой в 440 единиц. И 320 Альфа, учитывая, что сейчас в текущем рандоме еще одна проблема, всегда навязывается позиционка, этого очень мало. Позиционки везде из-за линейности карт. Приезжаешь на одно направление, там все стоят, играют от башни, перестреливаются. Приезжаешь на другое направление, все стоят, играют от башни, перестреливаются. И поскольку, как я уже снова сказал, направления все линейные, скопление танков в одной точке огромное. И если ты начинаешь выезжать, пытаться перестреливаться, у тебя тупо не хватает брони. Позиционки накладывают отпечаток и на следующий фактор наличия брони. Для того, чтобы действительно комфортно воевать от какой-то позиции, когда ты ее занял, это типичный пример АС-7 или какого-нибудь Чифтана, или Суперконя, или любого другого тяжелого или среднего танка, которые эффективно играют от своей бронированной башни. Это, естественно, наличие как минимум бронированной башни. Башня — это, конечно, хорошо. Ну и давайте не забывать, что танки — это в первую очередь нереальная мощь. Огромные стальные гиганты, которые пугают всех на своем пути. Но даже это не идет ни в какое сравнение с кораблями, мощности которых превосходят в десятки раз даже самого Мауса. Проверить их можно в деле только в игре World of Warships — сотни реальных кораблей самых различных классов и наций. Эпические морские сражения и фановые тематические ивенты уже ждут. Недавно в игре как раз отшумело масштабное обновление в духе Безумного Макса. Это настоящий постапокалипсис на воде, где невероятные стильные модифицированные эсминцы, как морские хищники, сражаются за добычу в новейшем игровом режиме «Дикий бой». Четыре команды стартуют без зарядов снаряжения. Получить их можно только в бою. Захватывая бонусные зоны, командиры вынуждены двигаться навстречу друг другу, подгоняемые неотвратимо сужающимся кольцом «Дикого огня», который превращает морское сражение в аналог самой настоящей королевской битвы. И не забывайте, что регистрация новых аккаунтов по ссылке в описании. Сходу дает вам неделю премиум аккаунта, крейсера «Фрора» с командиром и целый миллион кредитов. Сам играл и вам рекомендую. Чего у Объект-140 никогда не было. Даже после того, как ему залатали крышу, Объект-140 все равно не обладает броневой башней как таковой. Она почти что отсутствует. Если мы возьмем, например, Объект-140. Сейчас я покидаю еще несколько блайндов для того, чтобы я ушел в аркаду и показал вам наличие брони или неброни у этого танка, то вы сами можете заметить. Вот, например, мы взяли с вами Объект-140. У него крыша башни абсолютно картонная. Особенно тогда, когда вы пытаетесь перестреливаться с кем-то и она чуть-чуть наклонена. У Объекта-140 или 430У у них абсолютно противоположная ситуация в бою. Точно так же, как у М48ПАТА или у текущего СТБ-1. Объект-140 пробивается в крышу. У Объекта-140 огромные лючки, а также скругление возле маски орудия. Оно не такое жесткое, из-за чего этот танк спокойно пробивается в любую часть башни. Абсолютно любую. Как только ты довернул эту башню, ты сразу же пробился, если они не попали чуть выше маски орудия. Где-то вот на этом уровне. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть над пушечкой. Вот, все остальное пробивается. Вот, из-за чего на Объект-140 реально некомфортно играть. Ну, лично мне, по крайней мере, абсолютно. Хотя, опять же, у меня на этом танке там 100% отметки, достаточно неплохие показатели. Но я понимаю, я наиграл вот специально для этого видеоролика кучу-кучу боев. Там получил всякие медальки мастера для того, чтобы реально убедиться, прав ли или нет в сложившейся ситуации. Следующее, чего не хватает Объект-140, но чего еще более сильно не хватает, например, тому же самому Т-62, это углы вертикальной наводки. Углы вертикальной наводки, они делают машину универсальной, потому что у нас различные карты. Есть карты городского типа, есть карты, соответственно, у нас, наоборот, открытого типа жаба, более рельефные, холмистые местности. Есть плоские, и для того, чтобы играть на каждой из этих карт, тебе нужны углы вертикальной наводки. Вот, для того, чтобы, если ты попадаешь не на городскую карту, ты мог себя в достатке, в комфорте чувствовать и не быть обтеленным, в отличие от Т-62 и Объект-140, естественно. Далее, что у нас еще? Один из важных факторов... А, да, я забыл сказать. Критуемость Объекта-140. Объект-140 абсолютно точно можно назвать дичайшим крита-сборником. Эта машина критуется везде, баки у нее находятся во лбу. Стреляешь один раз в фару этому танку, сразу же критуются топливные баки, либо же с первого выстрела поджигается этот танк. Полностью вся бортина у нас оснащена боеукладкой, поэтому любой выстрел с кумулятивного снаряда, либо с крупнокалиберной болванки, выбивает вам сразу же боеукладку. Любой выстрел по башне, это минус командир, минус наводчик. Любой выстрел в моторный отсек, это минус двигатель, минус топливные баки, минус механик-водитель и минус наводчик. Короче говоря, в перестрелках один на один рекомендую однозначно запасаться большим ремкомплектом и больш... И большие... И большая аптечка, извините, заговариваюсь. Вот, по поводу точности, по поводу брони, позиционок, альфы, уэнов, критуемости, модулей мы поговорили. И... Так почему же Объект 140 нынче не играбелен? Вот эти вот шесть факторов, которые я вам перечислил, они все показывают, что машина Объект 140 нынче в текущих реалиях рандома действительно слабо актуальна. Отсутствует точность, отсутствует альфа, повышенная фидуемость модулей, отсутствует броня и невозможность играть адекватно в позиционках. Так вы спросите, почему же не РЮ Объект 140 настолько слабая машина? В принципе, я вам и рассказал. Сейчас в текущих реалиях рандома, это, знаете, это уже как фраза апогей абсурдности из-за того, что текущие реалии рандома, они почти в каждом видеоролике от патча к патчу меняются. Выходят какие-нибудь новые инбалансные танки, которые просто берут и выбивают старые из клеи. Ты ничего с этим не можешь сделать, это гонка вооружений для того, чтобы люди все качали и качали технику, для того, чтобы техника была все актуальнее и актуальнее. А старая техника с течением времени, там через год, через два, через три, она будет апаться и, естественно, улучшаться. Но для этого нужно немножко подождать. И в этой игре тогда на такой технике придется, естественно, пострадывать, как сказал один известный человек World of Tanks нашего времени. Вот именно поэтому ветки такие, как А-91, Т-62, Объект 140 слабоиграбельные. Ну, наверное, самым важным фактором все же является альфа. Сейчас от альфы играть намного проще. Ты можешь выехать, дать выстрел, разменяться, отъехать назад и таким образом ты уже будешь в плюсе. Для того, чтобы отстрелять 4000 урона на Объект 140, вдумайтесь, вам нужно нанести 13 выстрелов. На любом другом танке по типу Объект 440, ой, Объект 430У, у которого альфа 440 единиц, вот это я хотел сказать, тебе нужно дать, ну сколько, за 13 выстрелов ты получишь 5500 урона. Это просто колоссальные цифры. А здесь ты еле 4 косаря настреляешь. Наверное, еще почему Объект 140 не настолько сильно актуален, это все же его точность. Если мы говорим о бронепробитии, например, подкалиберным снарядом, то здесь все вроде бы неплохо. У кумулятивного снаряда тоже вроде бы все неплохо. Но вот эти вот снаряды, когда ты с них стреляешь, ты можешь просто промазать там выстрелов 5-10 в молоко у тебя улетит, и ты тупо не попадешь в какую-нибудь нужную точку. А условно из-за каких-нибудь крупнокалиберных пушек, у которых более амортирная траектория полета снаряда, более такая, знаешь, параболическая, навесная, такое чувство, ну это возможно только мое чувство, что снаряд летит из-за дуги вот этой вот и лучше пробивает, лучше попадает в определенные скосы брони. А здесь прям снаряды, они всегда летят прямо, они всегда летят точно. Из-за этого угол именно приведенка с вражеской броней, она просто, ну, колоссальных цифр составляет. И тяжело пробивать некоторые танки. Ну, возможно, опять же, это лишь мое наблюдение, но таковы реалии. Вот, запоминайте это слово, будет часто употребляться, я думаю, у всех вододелов во всех видеороликах. Что вы думаете о ветке Объект-140 и о самом танке-140, пишите в комментариях, в комментариях, поддерживайте, если меня, ставьте лайк, если не поддерживайте, ставьте дизлайк, естественно, выражайте свое мнение. А с вами был я, Ниар Ю, не забывайте подписываться на канал, прожимать лайки. До новых встреч, друзья, всем пока-пока, до дэвч. Субтитры сделал DimaTorzok